На студии НФМ программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня сегодня Михаил Шевелёв, председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Михаил, добрый день. Добрый день, Юля. Никак не могу привыкнуть вас представлять таким образом. Как-то всё меня тянет рассказать про журнал «Товар. Деньги. Товар» и партию «Гражданская платформа». Тоже, возможно. Мы с вами ещё подумаем. Может, я поменяю какое-то место работы, более удобное для представления. Какой постаси вы придёте к нам в следующий раз? Ну что же. Мы вот вчера с Азизом Агаевым в начале программы говорили о том, что последние две с половиной недели ни меня, ни его не было в городе. Я так понимаю, вас тоже не было в городе? Я тоже путешествовал и посмотрел наши замечательные города Уфу и Нальчик. Связаны были поездки с инициативным бюджетированием на самом деле. Ну и вообще посмотрел, как живут наши города. Достаточно большие, интересные, красивые. Как, кстати, сказали мои коллеги, Буфея услышал новый термин. Как мне сказали, есть города... А, есть трешки под бубрик, а есть города под бригс. То есть у нас Уфа город под бригс. То есть у нас очень много всего сделано для форума стран Бригс. И на самом деле это, ну, неплохо. То есть есть очень такие интересные решения, которые мне понравились в городе. Но, собственно, на этот форум вы и ездили. Да, форум стран Бригс как раз и был. Вот, с чего я хотела начать. Вы уже были у нас в дневном развороте, по-моему, да? Делились своими впечатлениями от посещения этого форума. Но, все-таки, какие сейчас тренды по инициативному бюджетированию? Вот, кстати, наверное, это самое такое важное и интересное наблюдение. И мы, наверное, в дневном развороте как раз когда про них, может быть, не поговорили. Я уже, честно говоря, не помню. Но точно знаю, что вот эти тренды, скажем так, тренды планирования, тренды вовлечения жителей, тренды перехода от учета мнения жителей к участию жителей в созидательном процессе, они там очень так интересно были показаны, продемонстрированы, в том числе участниками из-за рубежа. И, честно говоря, вот сейчас у нас закончилась серия семинаров, которая проводила Министерство социального развития для наших муниципалитетов. На этих семинарах мы как раз в такой части 2 и 0 рассказывали о как раз в обличении жителей и в то, как продумывать будущее, как продумывать будущую жизнь тех объектов, которые они планируют. Как продумывать эти проекты. То есть разговаривали про соучаствующее проектирование, про то, как можно проекты сделать более интересными. Как говорили о том, что на самом деле проекты инициативного бюджетирования, они прежде всего про жизнь в городе, ну, про жизнь где-нибудь в населенном пункте. То есть потому что они дают возможность участвовать, жить. И вот, честно говоря, Кировская область доросла как раз до того уровня, когда нам больше интересен даже зарубежный опыт. Потому что по российским регионам мы являемся, наверное, донорами информации, потому что у нас очень много элементов реализовано и на самом деле работают. Вот я как раз об этом хотела спросить. Да, тоже есть такое ощущение, что в России мы, в принципе, впереди. И уже набрали достаточное количество компетенций, чтобы делиться с другими регионами. А если сравнивать с забраницей? В чем принципиальное отличие? Ну, есть принципиальное, на самом деле, отличие в том, что там проекты, они дополняют, что ли, местное самоуправление. То есть они не встроены в систему, они иногда встроены в систему местных бюджетов и почти всегда встроены, но они являются дополнительной возможностью. А те проблемы, которые существуют для жизни города, они решаются в рамках, ну, скажем так, местного самоуправления классического. У нас, к сожалению, проекты поддержки местных инициатив, народный бюджет, они очень часто выступают проектами по решению проблем. То есть мы, много проектов, которые реализуются в этих полномочиях, они, ну, скажем так, проектная практика местного самоуправления. И в Российской Федерации все проекты инициативного бюджетирования, они инициируются на уровне регионов и, по большому счету, очень серьезно, ну, не серьезно, а стопроцентно встроены в действующее законодательство Российской Федерации и в те бюджетные отношения, которые существуют. Вот эти вот отличия, там более они такие, что ли, яркие, более свободные, более основаны на волонтерском движении. Михаил, вот подождите, я правильно поняла, что у нас проекты инициативного бюджетирования это про то, что жизненно необходимо, там, дорога, не знаю, детская площадка, котельная, а на Западе история про инициативное бюджетирование это все, что сверху. То есть все основные социальные проблемы уже решены, и если хочется чего-то еще, то это вот про инициативное бюджетирование. Я бы так, конечно, не стал говорить, потому что проблем много, социальных много. Это тоже про некое управление на местах, но, конечно, там проекты, которые нам были представлены, я не отрицаю того, что там действительно тоже решают вопросы и дорог, и воды, и так далее, но проекты, которые нам были представлены, они, конечно, носят такой характер вау. То есть, например, в Фуншала, Португалия, в рамках партиспатурного вот этого бюджетирования, они выбрали по своей методике, по технологии, при большом, как бы, вовлечении жителей, проект, это такой, ну, курортный городок в Португалии, да, на берегу моря, проект по созданию пляжа для людей с ограниченными возможностями. И очень большое внимание было уделено абсолютно всем людям с различными ограничениями. То есть человек, когда приходит на этот пляж, он должен забыть о том, что он чего-то не может. Причем я был потрясен... А что там особенного, вот кроме пандусов? Например, нет, ну, например, человек не видит. На самом деле он абсолютно здоров, он может хорошо плавать, но есть проблема потерять ориентир по отношению к берегу, куда плыть. И они эти проблемы вот решали, то есть в том числе звуковыми сигналами. Чем дальше ты от берега, тем он, ну, как бы, начинает там пикать, там, или еще каким-то образом. То есть вот эти вот звуковые решения, люди, которые могли передвигаться, специальные лежаки для того, чтобы загорать, да. То есть вот этот подход, он был, ну, настолько, как бы, такой социальный и интересный, что... Но с другой стороны, да, вот две большие разницы, у нас там котельную делают или дорогу, ну, то есть то, без чего реально невозможно жить. А вот вы рассказываете про пляж. Ну, да, ну, у нас, к сожалению, не так много морей в Кировской области, чтобы делать пляж. Но у нас тоже в первом проекте нужно отметить, что самый первый пилотный проект был. И в деревне Кугалки Иранского района выбрали, несмотря на множество социальных проблем, выбрали проект по благоустройству пляжа на берегу пруда. При том, что там мотивация была, ну, нам сложно сравнить, но вот сейчас я понимаю, что это был такой достаточно серьезный, может быть, гражданский подвиг, когда люди сказали, то что проблемами жить и наработаться мы всегда успеем, но нужно уметь отдыхать. И давайте мы делаем так, чтобы у нас был пляж, где дети могли бы безопасно купаться. Там много ребят из города приезжают летом, а для нас вот эти вопросы безопасности, они все равно купаются в этом пруду. Они все равно где-то заняты, и они сделали пляж. Ну, мне кажется, это абсолютно правильный подход. Я вот предлагаю сейчас прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева. Говорим мы сейчас про форум Strandbricks, инициативное бюджетирование. У меня, кстати, есть чем поделиться в плане американского опыта. После перерыва я тоже расскажу. Мы возвращаемся в эфир на 101FM программу «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же Михаил Шевелев. В первой части программы мы говорили про инициативное бюджетирование и про отличие нашей страны от Запада. Михаил приводил в пример разные проекты. Я вот тоже на самом деле хочу сказать, что у меня есть чем поделиться, потому что буквально этой весной я была в Штатах, и также мы там изучали опыт гражданских активистов, и там это называется «лидеры местных сообществ». Так вот, я была в абсолютном шоке, в хорошем смысле этого слова, потому что ехала в Штаты с абсолютной уверенностью, что там государство социального благоденствия, власть решает абсолютно все проблемы граждан, граждане только платят налоги, но и, собственно, живут хорошо. А оказалось, что все совершенно не так. Они платят налоги, но свои проблемы решают сами при этом. Они также там встроены в систему местного самоуправления, но вот что меня действительно поразило в самое сердце, что там есть проекты, как, например, открытие магазинов в социально неблагополучном районе, открытие кафе в социально неблагополучном районе. То есть, да, есть районы, куда не идет бизнес, потому что там нет денег. И лидеры этих местных сообществ занимаются тем, что заводят туда бизнес. Ну, мы можем говорить, наверное, про то, что они как раз заботятся о своей среде обитания. Да. То есть, причем, независимо от того, я налогоплательщик, не налогоплательщик я, мы, если должны жить или хотим вот так жить, они, собственно говоря, эти задачи решают, правильно? Вот. И на самом деле, это так и есть. Ну вот, знаете, что, Михаил, интересно, вот как вы себя ощущали на этом форуме по сравнению с вашими западными коллегами? То есть, вы понимали, что мы примерно там на одном уровне, или все-таки они от нас вперед ушли в плане проектов инициативного бюджетирования? Ну, вы знаете, было ощущение, что потенциал развития этой деятельности у нас существенно выше. То есть, вот эта вот встроенность в бюджетную сферу и наличие проектного подхода, оно при определенной модернизации и доработке, да, оно способно, ну, созидать, ну, очень многие масштабные проекты, вот в том числе в тех направлениях, про которые вы сказали, там, да, в открытии магазинах социальной направленности, в комплексной поддержке каких-либо там групп граждан и так далее. Вопрос в том, что на сегодняшний день вот этот вот достаточно массовый, я бы сказал, взрывной рост интереса, я был, ну, не то что шокирован, но очень по-хорошему впечатлен уровнем отношения к инициативному бюджетированию в Российской Федерации. То есть, еще 8 лет назад основные, скажем так, участники этого процесса собирались... Надо здесь вспомнить Никиту Белых. Ну, по крайней мере, вот, консультанты вместе с проектным центром, тогда, Департамент социального развития, да, это очень небольшая группа людей вместе с муниципальными представителями муниципалитетов, да, это очень такая небольшая, как бы, группа лиц, которые в силу определенных, наверное, веры в то, что нужно дать право людям иметь такую возможность по изменению социальной инфраструктуры вокруг себя, и то, что было там, да, то есть я прямо вот как бы переносился, это, ну, даже не превращение за ушки, скажем так, это очень большой переход, там, из первой лиги, я не знаю, в премьер-лигу. То есть, и вот это впечатление, конечно, на меня произвело. Вообще, к Российской Федерации со стороны и стран БРИКС, и других стран-участников процесса, было очень позитивное и хорошее настроение, потому что те достижения в сфере вовлечения людей в процессы, вообще, которые существуют в Российской Федерации, они, конечно, очень впечатляют. То есть, в масштабах страны, это ведь уже на сегодняшний день миллионы людей, это миллиарды стоимость, миллиарды рублей стоимость этих проектов. И поэтому, конечно, в целом, вообще, в целом, брать тренды, которые в мире существуют, они нацелены, скорее, вот от укропнения, от вертикали вот этих властей, как раз к более горизонтальному такому распределению ресурсов на территории, и переходу принятия решения на местный уровень. Я думаю, что это вот с очень многими процессами связано. Михаил, расскажите, в какой стадии реализации проект ППМИ сейчас в Кировской области находится? Вот вы сказали, что у вас были семинары с районами, да, обучение. Да, на сегодняшний день, вчера закончились, скажем так, собрания, которые проходят по графику. Ну, обучение касалось подачи заявок, формы подачи заявок, вообще формы развития своих муниципалитетов в рамках инициативного бюджетирования. То есть, на самом деле, Министерство социального развития подошло достаточно, ну, непривиально, я бы сказал. Потому что, если раньше там, ну, было, знаете, там, правила только декларировались и предоставлялись, то на сегодняшний день это, скорее, некое, ну, более такое философское отношение к инициативному бюджетированию происходит. Вот, и сейчас происходит этап подготовки заявок. Они будут поданы сначала в электронной форме, подготовленные и поданы, они будут проверены, сопровождены. И, собственно говоря, в декабре уже будет окончательная подача заявок. Ну, то есть, дедлайн подачи заявок до декабря. Да, 4 декабря, если мне памятник. Это у нас проекты 2017 года, правильно? 2018 года. Это уже на 2018? Это на 2018 год. То есть, это сейчас продаются конкурсные заявки на конкурс, которые будут в 2018 году. Как обычно, это бывает в конце зимы, но скорее в этом году, в начале весны, будет проведен конкурсный отбор. После этого подписаны соглашения с победителями. Ну, и следующим летом будет продолжено выполнение работы. Сколько денег у нас на следующий год предусмотрено на финансирование по ПМИ? Вы позовите депутатов в законодательном собрании. Вы так загадочно, Михаил, сейчас улыбаетесь. У меня есть ощущение, как будто я спросила что-то. Была бы моя боля. Ну, по крайней мере, цифры, которые в публичном пространстве озвучивались, они говорят о том, что финансирование будет на уровне прошлого года. Это примерно 230 миллионов рублей. И, соответственно, по крайней мере, для нас важен даже не уровень финансирования, а уровень победителей в тех заявках, которые будут поданы на конкурс. Мы ожидаем, что на уровне прошлогоднем, то есть это порядка 80%, будут победители. Это очень хороший результат, на самом деле, потому что очень, ну, скажем, воодушевленных и реализовавших проектов должно быть больше, чем те, у кого что-то не получилось. Вот, поэтому, это так. Ну, без денег-то воодушевляться им, конечно, сложно будет. Ну, всем сложно воодушевляться без денег, ну, и со сложностями в бюджете, которые присутствуют, но, тем не менее, всегда хорошо, когда проект итогов появляется. Это видишь результат, да? Да, это результат. Результат – это разрезать ленточку, причем, на том объекте, который ты запланировал. И вот сейчас-то мы как раз говорим о том, что нужно планировать, не стесняя, не как в Советском Союзе должна быть детская площадка, давайте мы по прайсу натыкаем, там, куда-нибудь поставим. А должно быть планирование пространства, территории, нужно учитывать людей, которые на эту площадку будут приходить. Чтоб не было так, что мама с коляской пришла, вот она площадка, вот она через дорогу, ну, через дорогу не перейти. То есть, все должно быть продумано, на самом деле. И вот мы говорим сейчас больше об этом, больше говорим о том, что как спланировать так, как сделать смету правильную, как ее прочитать правильно, как сделать так, чтобы подрядчик, который пришел, он не имел возможности реализовать проект некачественно. Вот об этом мы в большей степени говорим. Михаил, наверное, последний у меня вопрос по ППМИ. Какие проекты, что люди хотят делать? Знаете, в последнее время больше проектов такой, действительно, социальной направленности. Много спортивных площадок, детских площадок. Из таких, может быть, интересных, ну, я, наверное, в этом году не выделю каких-то особых проектов, да, но, тем не менее, тротуары, дороги, бывают, делают в очень отличном исполнении. Причем, позволяют проекту организоваться достаточно мощным участникам. То есть, когда и застройщики участвуют достаточно серьезными денежными средствами, и люди проводят очень серьезную работу по вовлечению. Скверы, парки по-прежнему присутствуют. Это, если касается городских территорий. По сельским территориям, конечно, это и освещение, и дороги, и водопроводы. То есть, по-прежнему весь тот спектр социального... Ну, да, в общем и целом, в принципе, в проектах ничего не поменялось. Нет, все возможности, они сохранены. То есть, вы имеете в виду, как поменялось... Нет, я имею в виду, вот в самих желаниях жителей сделать там что-то. Ну, условно, да, там три года назад я сейчас с потолка беру, были дороги, а в этом году детские площадки. Да. Нет, этот тренд, он есть. Он на самом деле чувствуется. То, что переход от проблем к возможностям, пусть не быстро, но он осуществляется. И это самое важное. И самое-то главное, то, что мы всегда отмечаем, люди, которые в этом участвуют, которые участвуют из года в год, которым может что-то не нравиться, тем не менее, они понимают, как это работает, и они из года в год выбирают проект и его делают. Сам процесс многих уже, скажем так... Отработан? Ну, это вирус, понимаете? То есть, хочется этим заниматься. Вот как нам хочется ехать в поля, так людям хочется подготовить, пройти, обсудить, подготовить заявку, выиграть. Но, наверное, им всё-таки хочется в первую очередь что-то сделать. Конечно. Ведь это строительная профессия самая блага. То есть, когда ты делаешь что-то красивое, шедевральное. И вот мы бы хотели, на самом деле, помочь людям сделать действительно красивое. То есть, мы в этом году планируем развить свою деятельность офисы консультантов. Не только делаем, ну, скажем так, проверяем собрания, проводим там, разъясняем, а в большей степени уходим в технические вопросы, в большей степени готовы работать и на такую созидательную работу, когда помогает людям самоорганизовываться, помогает людям дойти фактически до того, чтобы в проект войти. Ну что же, я вот, наверное, на этом предлагаю прерваться, хотя у нас ещё три минуты до половины. Но, тем не менее, сделать отсечку. Да, мы закончили обсуждать с вами ППМИ. Что тут ещё происходило без нас, пока нас не было? Выбрали, подождите, выбрали у нас главу города. Появилась в правительстве области новая команда. По-прежнему не решена проблема обманутых дочеков из Слободынова и Сергеева. По-прежнему обсуждается кандидат на главу администрации. Вот всё это оперативно я предлагаю обсудить во второй части программы. И сейчас мы уходим на рекламу. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Михаила Шевелёва, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Вот что я не анонсировала в первой части программы, очень хочется обсудить на с вами отставки губернаторов. Сколько у нас? Десять, по-моему. Десять губернаторов уже лишились своих должностей. При этом очень много я сегодня чего читала на «Ведомостях» и на «Коммерсанте». И там уже практически анонсируют новые отставки, что они нас ещё ждут. Обсуждают губернаторов, у которых самые слабые позиции в Кремле. Вот давайте, по сути, откуда взялась новая волна отставок? Что это такое? Ну, я бы, наверное, немножко переместился назад, потому что в... Насколько далеко назад? Нет, в этом году останемся, в 2017. Но в январе 2017 года был подписан как президент о новом стратегическом пространственном развитии России. Многие пропустили его, но многие эксперты, его внимательно изучив, увидели достаточно интересный тренд, который, на мой взгляд, подчёркивает все те тренды, в которых живёт, скажем, молодая Россия. И он связан с тем, что технологии интернет, подходы к общественному контролю, подходы к, скажем так, к вызовам на местах, недовольство фискальной политикой государства, это всё приводит к тому, что необходимо менять не только, как бы, там, ну, утилитарно, там, систему налогообложения здесь больше оставить, здесь меньше оставить, необходимо менять отношения между федеральным центром и теми территориями, где живёт люди, где живут люди. И, на мой взгляд, был выбран как раз тренд поддержки не областями, да, своей экономикой, там, ну, какими-то там ресурсами и так далее, а поддержкой тех территорий, где хотят жить люди. Так, а как это связано с отставками? Я постараюсь к этому перейти. Издалека, издалека, начали. Да, но просто изменение территории невозможно, если сохранять ту расстановку элит, которая присутствует в тех регионах, которые, ну, которые уже сложились веками, традиционно, скажем так, да. Ну, как минимум, век у нас есть разделение территории по национально-географическому признаку. То есть на сегодняшний день смена, скажем так, первых лиц этих территорий, оно так или иначе ведёт к изменению руководителей, то есть руководящего состава. Каждая метла ведёт по-новому. В кабинеты приходят другие люди. И, собственно говоря, перед ними может быть поставлена новая задача, связанная, например, с укропнением регионов. Связанная с переходом регионов в новое состояние. Подождите, Михаил, я вот вижу какой-то брешь в этой логике. Я сейчас объясню, что я имею в виду. А почему старые-то губернаторы эти задачи решать не могли? То есть почему нужно было уволить прошлых губернаторов и назначить нового? Представьте учителя, который учит детей в начальных классах в течение 25 лет. Так. Скажите, трудно ему перестроиться на новые методы обучения? На использование организационных деятельностных игр, на использование каких-то новых форм подачи информации, на использование интернета для того, чтобы вовлечь детей в этот процесс. Как вы считаете, трудно или нет? Ну, вы знаете, ведь губернатор – это тот человек, который не обязан разбираться сам лично, а вот прям во всех, ну, условно, нюансах, да? Он ведь может себе пригласить в команду людей, которые разбираются. Вот в чем логика поменять человека? Не забывайте, что у каждого губернатора есть определенный уровень договоренностей со всеми теми экономическими субъектами, которые на этой территории находятся. Ну, связано с элитами. Ну, то есть с элитами. Так. То есть на каждой территории существуют определенные ресурсы, определенные силы влияния, которыми необходимо договариваться. И которые так или иначе в существующей системе координат понимают, как, ну, собственно говоря, развиваться и как использовать административный ресурс. Не всегда он соответствует желаниям и чаяниям развития территории Российской Федерации. Не всегда он соответствует желаниям и чаяниям людей, которые проживают на той или иной территории. Для того, чтобы изменить пространственное развитие, подход к этому, так или иначе, нужны новые люди. Нужны новые подходы. Ну, видите, заметьте, то, что очень многие назначенцы на сегодняшний день, это, ну, достаточно молодые люди, которым нет сорока. Да, их уже обозвали молодыми технократами. И существует, ну, это, во-первых, запрос в том числе и на социальный лифт, на карьерный лифт новых молодых людей, правда? То есть, когда, тут очень интересно было замечено, ну, я, честно говоря, давно это замечал, но, тем не менее, время комсомольских работников проходит. Да ладно? Причем, вот именно сейчас мы с вами переживаем то время, когда они уходят, и они должны уйти массово. А в Кировской-то области что происходит? Она исключение из всей страны? Кировской области не повезло. То есть, мы в этих трендах, ну, я надеюсь, что мы вскочим в этот пояс, без нас не обойдутся все процессы, но на сегодняшний день, к сожалению, я с вами согласен. То есть, я не вижу тех трендов обновления, тех трендов, может быть, появления чего-то нового, которого, в общем, на которое существует запрос у всей страны. Вот, я давайте сейчас, Михаил, сформулирую, да, как я поняла все, что вы сказали. То есть, вы считаете, что такова реакция Кремля на запрос граждан на перемены? Такова реакция Кремля на запрос граждан, на, ну, перемены, может быть, не совсем правильное слово, на изменения существующих, как бы, сложившихся систем. То есть, и реакция Кремля... Ну, то есть, это все-таки реакция Кремля на запрос граждан, или это, плевать они хотели на запрос, и это подготовка к выборам Путина в 18-м году? Ну, я должен сказать, что, на мой взгляд, это такая половинчатая реакция, которая демонстрирует, с одной стороны, то, что мы идем на то, чтобы обновить корпус, о том, чтобы появились более молодые технократы, так называемые, да. С другой стороны, мы видим, что, приходя эти технократы, могут не выбиться из той колеи, которая для них протоптана. Потому что вся остальная система, ну, скажем, есть у нас главный человек, да, то есть, и, в принципе, на сегодняшний день решается задача, в том числе, выборов этого главного человека, то есть, выборов президента. И показать о том, что на сегодняшний день у Путина есть поддержка молодых губернаторов, это очень классный политический ход, когда, собственно говоря, не меняя систему, не меняя подходы, вы заметите, самое главное, там, финансовая система не меняется. Перераспределение налогов не происходит, хотя об этом начинают говорить, то, что давайте мы обменяем укропление, укропление регионов в обмен на то, чтобы в регионах оставлять больше денег. То есть, мы не хотим управлять там 85 разными совершенно регионами, мы сделаем из них гораздо меньшее количество таких транс, таких агломераций, и, собственно говоря, для этого мы вам оставим деньги, чтобы вы тоже совершенствовались и управляли более гибко. Скажем, да, вот в обмен на это мы вам готовы оставить денег больше изначально на вашем уровне, технологов, которые вы собираетесь. Вот этот запрос, он так или иначе в повестке дня появился, в трендах появился. И, соответственно, так или иначе, те люди, которые вы, давайте мы будем все-таки делить наше население нашей страны, то есть у нас из 140 миллионов вычтем количество пенсионеров, пенсионеров, количество бюджетников, количество людей, занятых в армии, которые находятся в местах заключения, а вычтем всех, кто не занимается реальной добавленной стоимостью. Так, а что у нас останется? Останутся люди, которые заняты в реальном секторе, которые заняты в образовательном... Ну, останутся предприниматели, да, наверное? Предприниматели. Вот сколько их? Какая доля относится? Очень небольшая, она не превышает 20%. То есть вот это те люди, которые фактически создают богатство страны. И на самом деле сейчас удовлетворяется их запрос. То есть они сейчас смотрят и наблюдают за тем, что происходит. На самом деле это те люди, которые сидят в том числе в телеграммах, и те, которые пытаются увидеть эти вот слабые сигналы будущего, тех изменений, которые им хотелось бы видеть. Удовлетворяется запрос экономически активной части страны. Вы серьезно? Даются им сигналы, что эти изменения возможны. На самом деле это так. 83% проголосовавших за Решетникова и общение... Мы сейчас про Пермский край. Про Пермский край, да. И мое общение с муниципалами Пермского края говорит о том, что там при отсутствии реальных изменений ситуации появляется надежда на то, что изменения будут происходить. И эта надежда коснется конкретно этих людей. Понимаете? То есть человеку... Это, наверное, еще такая психологическая история. Абсолютно психологическая. Но в кризисе ведь психологии больше, нежели, скажем так, каких-то других вещей. Потому что в кризисе сначала поведение меняется, и потом кризис происходит. Если бы поведение не менялось, то кризис бы не происходил. Количество денег меняется. Неправда. То есть существует изменение поведения людей. Оно перестает быть рациональным. Оно не всегда рационально, оно часто иррационально. И вот эта вот иррациональность поведения, она на самом деле меняет отношение людей в той или иной ситуации. А в чем рациональность поведения проявляется? Ну, например, давайте так. То есть в Кировской области при подходе налоговых органов, при существующей покупательной способности людей, при понимании того, как реализуются различные бюджетные проекты, то есть за бюджетные деньги. Многие предприниматели совершают определенные действия. Они не видят будущего в Кировской области. И вернуть это будущее в работе в Кировской области возможно только не просто декларированием, но совершением некоторых разных действий, включительно кадровых назначений, в том числе кадровых назначений, которые позволили бы сформировать доверие к рынку Кировской области у кировских предпринимателей. Нет, я все-таки про иррациональные действия не поняла. Ладно, это отдельно. Что они делают? Я не знаю. Они уходят, передагистрироваться. Продают бизнес, уезжают на Кипр. Да, они закрывают бизнес вообще напрочь. Они распродают свои остатки товаров в убыток, чтобы не заниматься бизнесом. Так а почему же это иррациональное поведение? Может быть наоборот, кризис у всех стало меньше денег. Даже прибыльный бизнес продается. Это иррационально. Он приносит доход, но люди не хотят заниматься делом. Нет, Михаил, почему? Вот этот бизнес продается, придет другой человек и будет заниматься этим бизнесом дальше. То есть бизнес останется. Просто прежние владельцы уедут загорать на Кипру. Ну вот как раз не факт. Как раз непонимание того, как это будет все развиваться, неуверенность в завтрашнем дне. Ну, например, прекращение кредитования бизнеса. То есть люди перестают кредитоваться. То есть в целом кредиты, они же позволяют в условиях нормальной функционирующей экономики увеличить свою доходность. Но вообще деньги для бизнеса – это такой экзистенциальный вопрос. Нет денег – нет развития. Нет развития – нет бизнеса. Я, Юлия, согласен. То есть не очень готов про иррациональное поведение. Знаю, что вы выдали премию по экономике. Достаточно еще глубоко. Не то, что не погрузился. Я понимаю, у меня всегда было ощущение, что в экономике недостаточно внимания уделяется как раз этому поведенческому аспекту. Как раз тем психологическим аспектам, когда человек совершает действия вроде бы иррациональные, но на самом деле они все действия – это очень прагматические. Потому что они себя в чем-то убеждают. Человек себя в чем-то убеждает и становится увереннее в завтрашнем дне. И не всегда это связано с необходимостью получить прибыль сегодня. Вот, Михаил, у нас с вами осталась уже до конца одна минута. Наверное, эту дискуссию мы с вами продолжим в других программах. Я подготовлюсь. Да, обязательно. Я хочу вот просто в конце процитировать, по-моему, коммерсант. Это статья. Кремлевские эксперты нарисовали портрет нового поколения губернаторов. Вот одна цитата, и мы с вами заканчиваем. «Новое поколение губернаторов-технократов, призвано обеспечить качественный переход от поддержания стабильности и преодоления проблем курсу на будущее, росту экономики и качества жизни». Это говорится в докладе экспертного института социальных исследований, который провели по итогам губернаторских выборов 10 сентября. И вот ключевые черты новых губернаторов. Это диалог с обществом, использование современных коммуникационных и управленческих технологий, привет телеграммчику, и запрос на перемены. Ну, собственно, вот так... Мы все это проговорились. Резюмируем, да, то, о чем мы с вами говорили. Спасибо вам за этот эфир и за ваше особое мнение. Я напомню, это был Михаил Шевелев. Меня зовут Юлия Фанасьева. Всего доброго. До свидания. До свидания.